Два выходных, чтобы проголосовать во дворе. В субботу и воскресенье в трёх микрорайонах округа Богородском, Финском и Потаповском открылись дополнительные избирательные участки. Время их работы с 10 до 14 часов. Организовать голосование на открытом воздухе – решение, принятое на время действия режима повышенной готовности. В Богородском в субботу начали работу три мобильных участка. Проголосовать здесь могут те, кто прикреплён к ближайшей участковой комиссии, расположенной в школе номер 17. Через дорогу в микрорайоне Финский расположен ещё один дополнительный участок. Основной находится в той же школе номер 17. На данном участке 41-47 могут проголосовать микрорайон Финский полностью и также 60 лет октября дом 1, 1А и 1Б. На данном участке всё точно так же, как и на обыкновенном избирательном участке. Хотя эти участки расположены на свежем воздухе, на них также соблюдаются требования Роспотребнадзора. В целях безопасности предусмотрены все меры дезинфекции, перчатки одноразовые, одноразовые маски. Есть и кабинки, и наблюдатели, также секретарь в списке. Всё как и на стационарном месте. Такой формат голосования оценил депутат от микрорайонов Богородский, Финский, Щелково-7 Павел Жуков. Чтобы у нас соблюдалась социальная дистанция, чтобы у нас соблюдались все меры безопасности, чтобы, соответственно, не было столпотворений, житель сам выбирает, где ему принимать участие в голосовании. Жители охотно используют возможность пойти в магазин и проголосовать по пути. Хорошее настроение к голосованию для меня, например, очень важно. Спасибо большое, что могу сделать свой выбор. Очень удобно, особенно сейчас летом, когда жарко, и рядом с домом. Ещё один уличный участок организовали в новом микрорайоне Потаповский. До стационарного участка в школе номер 11 идти почти километр. Только по спискам здесь более двух тысяч избирателей. Увидев на детской площадке шатёр для голосования, люди воспользовались моментом. Эти поправки нужны, очень нужны. И в жизни, и во всём. Потому что всё меняется. С каждым годом всякие изменения в стране происходят. Это наше будущее, будущее нашей страны, наших детей. Вышел, проголосовал и пошёл заниматься делами. Ну и на память селфи Конституции 2020. Действительно исторический момент. Михаил Налётов, Александр Оржевский, Сергей Максимов. Щёлковское телевидение.